Приветствую вас. Я бы в первую очередь хотел бы сказать, что мне в достаточной степени планируют. Точка зрения и позиция Анатолия Михайловича, эксперта, который мы отметим на данный момент, его позиция, мне кажется, наиболее такой, скажем так, наиболее объективной, отражающей суть. От того, что вы написали. Но с твоей стороны я могу сказать следующее. Во-первых, проблема неоднородна. По своей структуре она представляет из себя несколько элементов. Первый и главный элемент который лежит в основе это либо комплексы определенные, то есть некие такие вот негативные установки по отношению к себе. Второе, это низкая самооценка и как следствие возможности других людей на нее влиять, то есть вот другой человек будет повлиять на представление кого-то о себе, если такой человек не уверен в себе. То есть если кто-то вам сказал, что то, что вы написали это чушь, а вы в себе не уверены, то вас, грубо говоря, за негативные самооценка, самооценка. И все, и вы сразу же достаточно болезненно реагируете. То есть это неустойчивость. То есть это неустойчивость своих представлений о себе. Там не в них потребность в подтверждении определенных потребностей, в том числе определенных представлений. В том числе и негативных, кстати говоря. В том числе и негативных представлений о себе. Что важно. А вот человек на самом деле довольно часто пытается подтвердить не только позитивные представления о себе. Ну и что интересно, негативные представления о себе. Пытается подтвердить такой человек тоже. И это на самом деле весьма, я бы сказал, что это весьма феноменально. Я бы так это сказал. Вот. Все это нужно иметь в виду. Обязательно. Следующее. Это такая особенность человека, как перекладывание ответственности за свои чувства на других людей. за свои конфликты, за свои противоречия. Вот. То есть это нежелание брать ответственность. Может быть страх ответственности и так далее. Это в свою очередь ведет к проблемам личных границ. Следующий момент. Это то, что вот вы, по факту, в принципе склонны, во-первых, к тому, чтобы оценивать себя и других. Во-вторых, вы склонны к тому, чтобы действовать, то есть предпринимать какие-то, скажем так, шаги, какие-то шаги, какие-то действия. Вот. Для того, чтобы люди дали вам некоторую обратную связь. То есть вы это делаете, вот, например, что-то пишете. Да? Вы хотите что-то написать? Написать. Вы что-то пишете не для того, чтобы выразить то, что вам, к примеру, важно, то, что вам, к примеру, значит, ценно, да, допустим. А вы выражаете, высказываете что-то для того, чтобы получить некоторую обратную связь. И вот это весьма важный момент в этой ситуации. Вот. Потому что от этого момента на самом деле зависит весьма много. Вот. Дальше. Эпа манипулятивная модель поведения. В целом, в частности, может быть, не ваша. Прям, как вот. А пока вы, да, может быть, не ваша модель поведения. Но, в целом, это модель поведения манипулятивная. Почему? Потому что удалить, ну, свои сообщения. Эм, значит. Использование суицидных тематик. Вот. Ну, в той или иной степени, да. В той или иной степени особенности, скажем так. Совершенно неважно. Насколько это особенно происходит. Эм, вот. Это про манипуляции. Манипуляции же, в свою очередь, это про неискренность. То есть, я неискренен по отношению к себе. Я не признаю какие-то реальные вещи в себе. Я боюсь их признать. Потому что это потребует мне что-то делать. То есть, если вы признаете некую реальность, например, связанную с тем, что... Ну, скажем, что у вас есть некоторые проблемы, да. Допустим. Допустим. Если вы признаете некоторую реальность, то вам придется что-то с этим делать. А делать? Вам делать? Ну, скорее всего, не так, чтобы очень хочется. Давайте будем очистить. То есть, не так уж... Ну, не так сильно вам хочется что-то делать. Для того, чтобы ситуацию изменить. И проще. Комфортнее. Удобнее. Удобнее. Рассматривать. Вот. То, что с вами происходит в контексте Абель. В контексте некоторой такой вот жертвенности, я бы сказал. Вот. Так вы можете снова и снова чувствовать себя несчастный. Так вы можете снова и снова оказываться в... Ну, в поведении, в состоянии, в состоянии, в состоянии, в состоянии жертвы. Вот. И, в общем-то, ваше жизнь, оно не будет меняться по факту ничего. Только разуме, что будет вам все более и более хуже себя ощущать. Все более и более аутсайдером вы себя будете чувствовать. Потому что то поведение, которое вы придерживаете, оно вас все больше и больше отдалает от... Ну, от других людей. Вот. К сожалению. К сожалению, так это примерно работает. Вот. Даже когда вы говорите про то, что вас некому поддержать, про то, что вы вот всех поддерживаете, да, стремитесь поддержать. Вот. Вот. Понимаете, здесь какой момент? Достаточно важный момент. Момент. Для чего вы поддерживаете других людей? Зачем вы это делаете? Точнее очевидно, что вы это делаете не просто так. Точнее очевидно, что поддерживаете вы людей, вероятно, ожидая от них чего-то. Например, вас ждет, что человек, ну, ответит вам какой-то такой же взаимности. Очевидно, вас ждет, что человек, ну, отреагирует на ваши действия. Какой-то такой обратной связи. Вот. А он может этого не делать. Человек может, ну, не давать вам той обратной связи, которую вы хотели бы. Вот. И, ну, в общем, это достаточно серьезно может отгощать вам жизнь. Это достаточно серьезно может мешать вам. Вот. Поэтому, тут очень важно еще, помимо прочего, понять, как вы общаетесь с людьми. Другими. Как вы устраиваете в ними отношения и на основании чего. Следующий не менее важный момент, это то, что вы говорите, что в вашей жизни, ну, достаточно немного хорошего. Вот. Это вы говорите, что доброго, реально положительного в моей жизни мало. Но, ну, так вопрос, откуда в этом взяться, да? Откуда в этом взяться? Если, ну, например, вы сами, грубо говоря, не прикладываете каких-то усилий на, ну, для того, чтобы что-то изменилось. Вот. То есть, если, если вы ничего не делаете, вот, чтобы статус менялся, вот, то всего бы и менять на вас в некоторой степени. Весьма удобно, надо сказать, расположенное представление о хорошем, добрым и положительном жизни. Вы думаете об этом как о чем-то, что, что у каждого человека. Должно быть по умолчанию. Ну, на самом деле, конечно, нет. У человека ничего не бывает по умолчанию. И если вы не генерируете в какой-то степени что-то хорошее в своей жизни, если вы, следуя манипулятивным векторам поведения, ожидаете, что вам это дадут другие люди или что они одобрят вас, то, конечно, в вашей жизни будет мало хорошего. Ну, такой вопрос в том, в каком контексте. В контексте вами это воспринимается. Если вам воспринимается в контексте того, что, вот, я несчастная и так далее, я не понимаю, что происходит, например, то это, ну, это, в общем и целом, путь никуда. Безусловно, да, совершенно, безусловно, это путь, вот, в абсолютном никуда. Ну, если же, если же, если же, если же, вы это, допустим, допустим, если вы это, ну, позиционируете как проблем, с которой вы хотели бы работать, например, то, в таком случае, это, ну, во-первых, это, безусловно, хорошо. Это, безусловно, уже дает некоторую надежду на уровень вашей осужденности, вот, ну, скажем так, вот. И, соответственно, это создаёт необходимые, эээ, припосылки для вероятных изменений в вашей жизни, вот. Естественно, эээ, только тех, тех изменений, которые вы сам хотите. То есть, если вы чего-то не хотите, то, никаких, никаких изменений мне не хочу, в принципе, идти не, идти не может. Вот, поэтому, тут, тут, тут всё, ну, достаточно просто. Вот. Дальше. Что ещё можно сказать? Настроение. Неустойчивость настроения. Ну, вообще, эээ, неустойчивость настроения, эээ, принято называть, ээээ, осени, да, то есть, это вот именно то, что называется, условно говоря, отсутствие энергии какой-то, отсутствие энергии, что-либо делать, отсутствие энергии, ну, на что-то, на что-то. Вот, эээ, осени, может быть, как частью, конечно же, личностью человека, а осени, может быть, в целом, так же и, ну, в какой-то степени приобретён, так же, усвоено. Эээ, природа вашей оцени для меня неочевидна, я не знаю, эээ, хорошо это или плохо, но, скорее всего, это не очень хорошо, но природа вашей оцени для меня неизна. Поэтому используемость настроения теми настыми. То есть, именно, нехватка энергии. Нехватка энергии на то, чтобы продвигать какие-то вот, ну, свои какие-то идеи, да, свои какие-то цели, свои какие-то увлечения и так далее. То есть, самостоятельно задавать вектор, самостоятельно задавать вектор, ну, вектор, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А это, ну, большой вопрос, всем сразу нападок. То есть, нужно, это, этот момент нужно, что-то, прискликнуть, в любом случае. Так или иначе, что-то в определенной степени может, ну, влиять на то, что видео делает. Влиять на то, чем вы увлекаетесь, или, может быть, наоборот, не увлекаетесь. Да. Ну, вот, а, ну, интересно будет просто посмотреть, вот, что вы, допустим, скажете, если вас, к примеру, спросить, вот, ну, про увлечение ваше, да, именно про ваше увлечение. Вот, то есть, ну, я уверен, я уверен, что там есть некоторые нюансы, скажем так, там есть некоторые нюансы, я более чем об этом уверен. Так что это, то, с чем нужно работать. Вот, то, с чем нужно работать, именно, вот, с вами. И, в том контексте, что, вот, вы написали, да, я не хочу вас обидеть, ни в коем случае, но, в том, что вы написали, а, вот, где вы пишите про невозможность пройти психотерапию, да, то есть, может быть, это правда, но из-за того, что вы, в целом, формируете, некоторую, такую, вот, безответственную, ракетную модель поведения, да, такую болезненную, есть ощущение, что вы стоите для себя в этом получаете, вы имеете какую-то выгоду, вот. Ну, например, выиграет, да, защита от неудач, то есть, если я что-то написал, если потом это удалило, то ничего, ну, типа, как будто этого не было никогда, да. Вот, а если этого не было, то я могу, ну, я могу, как бы, сделать вид, что, значит, что я этого не писала, не писала, вот, если я этого не писала, то, ну, у меня, тут, взятки, взятки гладки, вот, в таком случае. То есть, никакой ответственности, опять же, нет. Вот, в принципе, так, то есть, ну, повторюсь, повторюсь, вот, что, что важно, что очень важно, это то, что выгода, именно выгода, которую вы получаете, от того, какую модель, поведение вы продвигаете, является тем, что удерживает вас в этом состоянии, в этой поведении. Именно выгода, которая вы получаете, не что-то другое, не что-то еще, только выгода. И выгода, это, наверное, ну, в какой-то степени, в какой-то степени, это самая, такая, такая, болезненная составляющая. Потому что, в этом вы уверены, в выгода вы уверены. Для вас это важно, максимально. Настолько, насколько, вообще, что-то может быть важно. И вы в этом уверены. Но, именно это, то, что вам важно, это ваша установка, что, например, самое главное это мнение других людей. Вот именно в глубине души, не на уровне размышления. Это именно то, что вам мешает. К сожалению. Вот. Компримент, какой вопрос, такой ответ я могу вам дать. Отдельным пунктом идет то, что вам ничего не даст понимание того, как называется то, что с вами происходит. Потому что, это просто, просто знание, оно, это знание, просто, ну, просто будет и все. Нам, от наличия или от света знания не холодно, не горячего. У вас могут быть попытки знания, ну, как бы, рационализировать свою проблему, но, как бы, это тоже сомнительное удовольствие. Вот. Дальше. Как вам, как мне работать, терпеть и постепенно себя, наоборот, приручать к агрессивной критике? Фусь, ну, вообще, вообще, было бы, наверное, немного странно, если, если бы вы любили агрессивную критику. Потому что агрессивная критика, это то, что не любят, ну, не побоюсь этого слова, наверное, вообще никто. Понятно? То есть, вообще никто не любит агрессивную критику. Вот вы не поверите. А почему никто не любит агрессивную критику? Да, всё очень просто, потому что это негатив, и человек всегда задаётся таким достаточно логичным вопросом, зачем мне этот негатив. Поэтому ваш вопрос, он по двух. Терпеть жестовую позицию, приручать себя к именно агрессивной критике, как вы говорите. Позиция тоже достаточно деструктивная, потому что, ну, за ней, как бы, ничего нет. Выход здесь следующий. Ради чего? Понимаете, критика не важна, когда человек идёт своим путём. А вот не ради чего. У вас нет никакой мысли, которую бы вы хотели выразить. У вас нет никакой ценности, которую бы вы хотели приумножить. Понимаете, в чём? Ситуация для вас. Поэтому ради чего? Чтобы было ради чего? Ну, не поработать с чувствами. И понять, что для вас, что для вас вообще-то, говоря, важно. Да? По-настоящему важно. Что для вас важно? И вот уже тогда, когда вам, когда будет понятно, что для вас важно, вот уже тогда-то, как раз и можно будет говорить о том, чтобы делать выбор, терпеть или, значит, как-то, ну, терпеть или приучать себя к критике. Потому что, в принципе, можно, можно и терпеть, вот. Если такое желание есть, то можно и терпеть, вот. Можно и приучать себя к критике. Это тоже такой, ну, вполне вариант, вот. Но важнее, важнее, это именно то, именно то. Ради чего? Ради чего? Пока ради чего нет, у вас будут проблемы. Вот. Ну и, конечно, хотелось бы вот просто обратить ваше внимание на то, как вы приценируете себя, да, то есть, как вы, ну, говорите, что терпеть, приучать себя, то есть, это какая-то такая жертвенница, все это, как-то вот через, ну, через силу, да, то есть, все это, как-то вот не по желанию. Вот. То есть, опять же, терпеть, допустим, хорошо терпеть, да, вот. Терпеть, а для чего терпеть? Терпеть, допустим, если терпеть, то для чего терпеть? Если приучать себя к, то есть, критике, хорошо, для чего приучать себя к критике? Зачем приучать себя к, ну, вот, к критике, да? То есть, это вот, ну, на самом деле, это такие вот важные моменты, важные аспекты, на которые, собственно, нужно вам, скорее всего, поискать ответ, я так думаю, потому что это то, что составляет основу, как мне кажется, вашей глобальной проблемой. Вот. А все свои цели, или, ну, в какой-то степени, неверно, в форму сформулированные цели, ну, в общем-то, погубили не одну сотню инициатив, не одну сотню потенциалов и так далее. Я очень хотел бы, чтобы вы стали одной из этих самых достаточно многочисленных людей. Такой ответ я могу отдать. Я желаю вам успехов, я желаю вам удачи. Если вы не можете найти материальных средств для проходения психотерапии, вы можете обратиться в психологический центр вашего города, вам в этом психологическом центре, помогут вам в этом психологическом центре, окажут необходимую помощь абсолютно бесплатно, потому что центр работает на государственном обеспечении. В частности вас могут направить на какие-то курсы, на тренинги, где люди оплачивают что-то в таком вот формате, в формате группы. То есть несколько человек просто оплачивают то, что каждый из них сам по себе, например, позволить не может. Это лучше, чем ничего, я надеюсь, вы это понимаете. На этом все, я желаю вам удачи, надеюсь, что он помог вам. Продолжение следует... Продолжение следует...